Около 300 водителей не предоставили преимущество пешеходам, а пешие участники движения 138 раз переходили дорогу в неположенном месте. Это результаты оперативно-профилактической акции «Внимание! Каникулы». В областном центре она проходила с 24 декабря по 11 января. Повышенное внимание к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма вызвано печальной статистикой. Тему продолжим в сюжете. На дорогах города в прошлом году пострадало 29 детей. В этом уже произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Одно из них 13 января по улице Карачанская. Семилетний мальчик 12 дня переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Его сбила машина. Водитель скрылся, а мальчика доставили в травматологию. Автолюбителя удалось задержать благодаря плану «Перехват». Водитель был трезв, свое бегство объяснил испугом. Нарушителю предстоит заплатить штраф, и его ожидает лишение прав на срок до полутора лет, либо административный арест на 15 суток. Ребенок будет лечиться на дому. Чтобы уменьшить количество аварий с участием детей в Белгороде, сотрудники ДПС провели профилактическую акцию «Внимание! Каникулы». Госавтоинспекторы напомнили юным участникам движения автовладельцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водителей наказывали рублем 36 раз за перевозку детей без удерживающих устройств. Около 300 протоколов составлено за непредоставление преимущества пешеходам и 24 за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Такие акции приносят положительный результат. По итогам прошлого года снизилось значительно количество дорожных транспортных происшествий по вине самих детей с 11 до 4. То есть дети у нас стали более внимательными участниками дорожного движения и, кроме того, уже пропагандируют тоже безопасное дорожное движение для водителей. Пешеход шагает, по полосочкам идет, навсегда запомни, дядя, в этом месте переход! В продолжении акции воспитанники 89-го детского сада вышли на улицу Спортивная с плакатами и листовками. Водителям достались письма с просьбами о соблюдении правил дорожного движения, а пешеходам предложили поучаствовать в опросе. Специальный корреспондент Дарья Худобин, ваше предложение, как сделать дороги нашего города безопасными? В безопасной дороге, чтобы ощущали снег, по тротуару машины не ездили, где дети ходят. Больше, наверное, пешеходных переходов надо сделать, чтобы на этих пешеходных переходах все-таки контролировали, как переходят люди. Обязательно правила соблюдать, обязательно. Сами дети правила дорожного движения знают. О том, что невнимательность может привести к печальным последствиям, им напоминают каждый день. На сигнал светофора нужно переходить только на зелёный цвет. Я знаю, что главная дорога. Там машины, которые на главной дороге, те, которые на столостепенной, должны им уступать. Нельзя играть на проезжей части. А ещё? Что нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу на зелёный свет. Госавтоинспекторы уверены, уберечь ребёнка от беды взрослые смогут только совместными усилиями. На наступивший год стражи порядка уже запланировали целый ряд акций, главная цель которых – сохранить жизнь и здоровье детей. Эй, водитель, не спеши! Нас сначала пропусти! Диана Калединова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород. Диана Калединова, Александр Поддубный.